Утро на балконе Утро на балконе Вам удается, ну понятно, что репетиции, как всегда, требуют какого-то встречи людей в одном определенном месте. Вот сейчас это практически невозможно. Репетиции происходят, но кто-то пытается удаленно. Можно ли удаленно заниматься балетом? Можно, но нам посчастливилось. Начну с того, что в прошлом году, год назад, когда вступил в силу первый карантин и первый локдаун, то все театры тоже закрыли, и мы занимались исключительно удаленно, используя такую же зюм-платформу, когда педагог в балетном зале давал урок, и мы дома, взявшись за кухонные какие-то столешницы, кто-то используя все-таки станок, у кого есть какие-то подручные следства, мы занимались, но это такая, знаете, сублимация. То есть на самом деле все равно мы не можем себя поддерживать в форме, если мы не находимся в балетном зале. Сейчас у нас, мы очень счастливы, что на самом деле нас не закрыли полностью. Мы можем за закрытыми дверьми продолжать свою деятельность, мы можем оставаться в форме, мы можем готовиться. Когда-то откроются двери театра, публика придет к нам, и мы будем готовы их встретить. Так что мы занимаемся, но расскажу в первую очередь, что мы используем маски, мы соблюдаем все установленные правительством меры предосторожности, то есть это и дезинфекция, это дистанцирование, это малые группы в наших больших балетных залах. И у нас проводятся каждую неделю регулярные тесты, поэтому мы пытаемся все-таки вот в рамках дозволенного свою профессиональную деятельность продолжать. Но получается ведь, что, ну вот, простите, но век балетного танцора, он не такой длинный, как, скажем, рабочего, условно говоря, на заводе. И ведь так обидно, вот когда два года жизни, ну вот практически, вот с прошлого, этот год тоже какой-то непонятный, просто вычеркнутый, вот насколько это для молодых артистов тяжело, насколько для тех, кто сейчас учится, например, в хореографических училищах, насколько там это вот все сложно? На самом деле это самый такой трагичный, самый тяжелый вопрос, потому что действительно наш карьерный рост, он, возможно, в пределах только там 20 лет, скажем, но даже именно рост карьерный, то есть это там каких-то 10 лет, ты должен набрать, набрать свой репертуар, развиться максимально в рамках вот этого времени отведенного. Поэтому для молодых артистов, для танцоров, которые набирают обороты, которые уже набрали, то есть для них, конечно, это очень сложно, потому что получается, что они просто просиживают пока что в ожидании, в ожидании опять-таки этого шанса. Для молодых деток, для студентов, учеников еще сложнее, потому что детей, как вы сами знаете, очень сложно собрать, и мотивировать их нужно, и дома заниматься. Происходят уроки точно так же удаленно, через Zoom-платформу, но это сложно. Педагогу сложно уследить за всеми камерами на компьютере, если это весь класс, индивидуально разрешены занятия только для выпускных классов, для 9-х и 12-х в индивидуальном порядке, а все остальные таким образом пока что, так сказать, поддерживаем штаны, то есть чтобы детки хоть как-то занимались, хоть какую-то активность все-таки сохраняли. Хорошо, если есть по специализированным предметам какие-то домашние задания, например, сделать комбинацию, придумать хореографическую, то есть ритмическую какую-то комбинацию, они заснимают на видео и отправляют педагогам, получают за это отметки. Но вот все равно все ждут, все ждут, когда уже это наконец закончится, можно будет смело вернуться в балетный зал, тем более, что балетные залы, вы знаете, они просторные, они большие, и детей в балетном классе не так много, да, то есть по идее можно было бы соблюдать ту же дистанцию, но все-таки правило есть правило, приходится пока что соблюдать их. Да, скажите, вот нет ли искушения, например, получить приглашение в те страны, где, скажем, эпидемиологическая ситуация более благоприятная, и где больше разрешено, и где, может быть, даже проходят сейчас какие-то концерты, выступления, то есть вот не получится ли так, что Латвия может потерять каких-то талантливых, перспективных артистов, потому что они, ну, вместо того, чтобы они, понимая, что они теряют сейчас время, они могут уехать в другую страну? Честно говоря, общаясь со своими коллегами, я не слышала, чтобы у нас были какие-либо такие вот предложения, чтобы поехать куда-то в другую страну. Нет, все-таки в мире в целом эта ситуация очень похожа, и тем более у нас происходит какая-то деятельность, то есть нет такого, что мы совсем в простой, как было год назад. Сейчас мы работаем над новой постановкой, у нас идет активная работа, и поэтому мы заняты, мы не думаем, значит, на тему того, чтобы вот куда-то убежать, и, ну, не то что убежать, но развиваться дальше, да, все-таки это наша страна, это наш Белый дом, как мы его называем, и мы к нему привязаны душой, и физически, и телом, и душой. А вы упомянули работу над новой постановкой. Что это за постановка? Расскажите, если можно, если там не жуткий секрет, не государственная тайна. Белый дом все-таки, мало ли. Нет, это не секрет, это официальная информация. Мы планировали эту премьеру показать уже этой весной, поэтому все постановочные работы происходят именно сейчас, именно так, как это было запланировано. Единственное, что мы не можем, это в апреле месяце, как было запланировано, показать этот спектакль зрителю. Поэтому мы будем готовы, у нас шьются костюмы, декорации создаются, хореография. Учим хореографию новую для спектакля польского хореографа Кшиштофа Пастора «Дракула». Это его постановка уже в нашем театре не первая, то есть он у нас известный хореограф для нашего зрителя и для коллег, для всех. Так что да, для нас сейчас все-таки такой творческий, мотивационный процесс происходит. А скажите, насколько вообще реально и возможно, я знаю, что вот ваши коллеги там из Рижского русского театра пытались делать в Zoom спектакли, то есть зритель подключается, ну и смотрит вот спектакль, который играют актеры, каждый сидя у себя, по-моему, дома. Да, встречи продолжаются. И вот насколько вообще такой формат возможен, ну даже вот, например, собравшись на сцене без зрителей, но просто трансляция, вот это может считаться, ну, не знаю, приемлемым в мире балета, или это профанация? В мире это происходит. В Англии они продают, то есть собирают, вся труппа собирается, оркестр, если я не ошибаюсь, тоже сидит в оркестровой яме или же в каком-то отдельном помещении. Балет на сцене, происходит спектакль без зрителей, но этот спектакль снимается, и его транслируют в прямой трансляции, продают билеты на этот спектакль и получают очень хорошую выручку, то есть для них как бы все-таки продолжается, да, вот эта вот сценическая деятельность. У нас сложно восполнить вот этими проданными билетами, да, то есть их не будет настолько много, чтобы окупить те затраты, которые нужны для возведения как бы спектакля на сцене. То есть это свет, это съемка, если это происходит съемка, да, это все сценические работники, которые заняты. Ну вот простите... По удовольствию, скажем, у нас было в декабре мы засняли новый спектакль, не новый спектакль, это был «Щелкунчик», ну в смысле это была новая запись, которую «Щелкунчик» было с «Экспарнес», да, «Люту Чамыш опера» и «Перета», и концерт «Зимний концерт», вот их тогда на сайте можно было купить, посмотреть в определенное время, то есть ну вот на срок там месяц ты можешь подключаться и смотреть, если ты купил на него вот билет, подписку. Сейчас тоже происходит именно таким образом, но это уже такие как бы старые спектакли, которые есть в нашем арсенале, и их театр на сайте можешь купить и посмотреть. Ну вот я как раз и хочу сказать, что ведь в отличие от обычного театра, где существует языковой барьер, что мешает предлагать эти спектакли, например, по всему миру, то есть зритель и в России, и в той же самой Великобритании, и ну чуть ли не в Африке, может совершенно спокойно наслаждаться, ну потому что здесь нет необходимости читать субтитры, или балет он такой вот именно совершенно универсальный способ общения со зрителем. Ну конечно, и можно подключиться, можно смотреть наши спектакли сейчас из любого уголка мира, но вы же понимаете, что балет через экран, он совершенно не несет такую энергетику, которая присутствует в реальности в зале, в зрительном зале, когда ты сидишь и смотришь этот спектакль. Поэтому меня лично тоже очень сложно вот как зрителя завлечь спектаклем на экране. То есть очень редко бывает, что вот меня это заинтересовывает настолько, чтобы я продолжала просмотр. Многие все равно, кому сейчас театр необходим, кто скучает по театру, те пользуются этой возможностью, да, и таким образом все-таки дальше свое хобби культивируют. — Насколько искусство балета можно делать актуальным? Потому что вот зритель, как правило, идет на что-то известное ему, и вот здесь есть какой-то, может быть, ну какой-то элемент того, что новым каким-то постановкам, новым каким-то абсолютно новым темам очень сложно пробиться, может быть, к зрителю, потому что зритель хочет смотреть «Лебединое озеро» и «Щелкунчика». Ну просто вот что, выражаясь, простите, грубым языком, раскрученный бренд. Ну то есть вот это опять, если говорить таким рекламным языком маркетолога. А вот вы упомянули, что новые постановки появляются, вот как их удается... — Продать. — Продать, ну да. — Грубо говоря, продать, если пользоваться теми же терминами. Ну, кстати, Олег, я бы поспорил на самом деле, ну развивается же современная работа, все эти контемпторы. — Нет, развивать, но как вот люди приходят, они, в принципе, вот они знают точно, что это вот «Лебединое озеро» — это бренд. Вот я пойду посмотрю. А вот что это новое? Что это за постановка? Будет ли хорошая музыка? Ну то есть там все понятно, известно, но с другой стороны вот молодым новым постановщикам сложно пройдется. — Готовы ли публика к экспериментам, в общем-то, да? — Да, такой вопрос. — Я вам скажу, что в целом вот тенденция нашего театра, она правильно выбрана. То есть выбирают, у нас выбирают масштабные постановки, двухактовые, трехактовые, да, чтобы это было полноценное действие, во-первых. Во-вторых, имя хореографа часто имеет роль. Рассказ, сам сюжет, известность самого сюжета тоже важна. То есть предыдущие это были Шхереза, Драма и Джульетта, последние, значит, «Три товарища», да? То есть это известные, такие монументальные, «Три мушкетера», вещи, да, литературные, то есть которые известны, в принципе. Поэтому зрителю интересно посмотреть, как это будет на сцене выражено, как это будет в балете выражено. И зритель идет на спектакли. И потом уже, да, то есть успешен или нет, то есть востребован, хотят зрители видеть еще, возвращаться на этот спектакль. Но это всегда риск, да? Это зависит и от нас тоже, как танцоров, которые показывают, преподносят эту историю. Потому что я сразу вспоминаю советское время, тогда была анекдотическая совершенно постановка в Большом театре «Малой земли» Брежнева. Балет, балет «Малая земля». И это, ну, понятно, что это была абсолютно попытка как бы угодить там вкусом. Да, но тем не менее был и балет «Светлый путь», который в том числе с успехом шел на сцене нашей оперы и балета. Ну да. «Света ручей», да. Да, прошу прощения. Ну там был очень интересный, все-таки спектакль там был необычный. Это был комичный, музыка Шостаковича. Ну все равно, соцреализм. У меня такой совершенно личный вопрос. Все жалуются, что на карантине, вот сидя дома, набирают вес. Вот насколько для балерин это является таким критическим? Вот как не сделать вот так, что партнер не сможет тебя поднять на руки? Тема лишнего веса актуальна для всех. И для нас тем более, да. Мы тоже должны держать себя в руках, следить, контролировать, оставаться активными. Но даже здесь оставаться активными – это не поможет. То есть нам нужно чуть-чуть больше, чем просто оставаться активными. Нам нужна сцена на самом деле, чтобы полностью себя в форме находиться. Нам нужна сцена, нам нужен этот стресс какой-то, такой адреналин, к которому мы уже привыкли. Да, мы тоже следим и стараемся как-то держаться. Держаться. Все мы сейчас в одной лодке. Ну да, но бывает, что просто раньше была возможность заниматься активными видами спорта, но люди были более подвижны. Сейчас вот больше искушений, сидя дома, там, нажалить себе блинчиков, сесть у телевизора, и затем потом страшно вставать на весы. Ну, как видите, мы дома не сидим. Как раз мы увидим, что вы дома сидите, извините, не сдержався. У нас все равно, у нас шесть рабочих дней в неделю. И мы свою вот эту активность все равно сохраняем. Поэтому, может быть, вам покажется, что нам проще. Не проще, но мотивация. Самое сложное – это мотивация, которая на данный момент присутствует, но не до конца, потому что нам нужны наши зрители, сцена нам нужна, да, свет софитов, музыка, оркестр – это самое такое, что движет нами. Звучит-то как празднично. Да. Но, Вика, мы видели, когда вот вы вставали до интервью, как тростиночка, просто, совершенно в идеальной форме. Мы просто за вам завидуем белой, черной, там, сыро-буро-малиновой завистью. И ждем, ждем, когда вся эта ерунда закончится, и можно будет прийти на ваши спектакли вживую. Да, спасибо. В Белый дом. Спасибо огромное. Спасибо вам. До свидания, хорошего дня. А хочу, кстати, в окончании этой беседы рассказать о позитивных новостях из латыйского балета. Вот мы с Викторией обсуждали, в том числе, как ведут себя молодые, об их мотивации, о том, как им даже сложнее, чем взрослым. Взрослым, тем не менее, буквально пару дней назад девочка, учащаяся первого курса Рижской балетной школы Мария Блома, заняла третье место на международном конкурсе балета в Нью-Йорке. А месяц назад 15-летняя вот эта вот Кейта участвовала в международном же конкурсе артистов балета при Лозанне, соответственно, Лозанна в Швейцарии попала в финал. Поздравляем, аплодируем, но, конечно же, к сожалению, все эти состязания балетные, в том числе, из-за пандемии тоже проходят дистанционно. Но главный вывод какой? Все продолжается, и наши молодые девчонки умнички, мальчишки, надеюсь, не отстают от них, так что браво-браво, аплодируем, дай бог, чтобы все это у них развивалось и мотивация не заканчивалась. То есть закончится когда-нибудь пандемия, и мы вернемся к нормальной жизни, и будем и петь, и танцевать, и не только на сцене театра оперы и балета. Я точно не буду петь и танцевать. Ну, не загадывай-то, никогда не говори никогда, мало ли. Я вот теперь это здание, нет-нет, да и буду называть «Белый дом» благодаря Вике. Спасибо большое вам, Викторий. Спасибо еще раз. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Ну, а мы завершаем наше утро на оболткоме, хотя дальше у нас... Хотя поводов продолжить его много, и хотелось бы быстро пробежаться буквально за несколько секунд. Ну, во-первых, всего пятница, можно немножко похулиганить. Профессиональный праздник самогонщиков сегодня на свете отмечается. Первый день без шапки, и тут я хотел бы вас предупредить не щеголять. Все-таки там морозно, сейчас минус три. А что, 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 что еще? День, давайте смеяться! И... День... Я уже начинаю... День отца где-то в районе Средиземного моря празднуется День отца в Италии, Испании, Португалии. Там, в отличие от нас, такое же бездонное голубое небо, но гораздо-гораздо теплее. Когда-нибудь мы там тоже очутимся. Через пару минут климат-контроль. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова